Субтитры подогнал «Симон» 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 но герман очень часто любил менять артистов у него постоянно был поток его просто вот играет человеку вроде нормально не жалко а вот что если этого взять а если этого вот и все ну вот когда что-то юринков играл играл вроде хорошие музыканты на флейте на пикал на всем и вот 85 году герман меня приглашает вот значит валерий там ну я украл уже солистом был все-таки какой первый альт и соло выходил играл ну кашу герман сложнее намного музыка такой школу не прошел как они там км молодежных консерватории учился и я не смог пойти герману потому что у меня сын родился 85 его и тут надо помогать все бабушек не было второй ребенок я говорю герман час не могу через год он вспоминает и восемьдесят шестом уже сын подрос как-то уже но я думаю что не сейчас только когда буду украла всю жизнь работать ну там украла хорошо хорошая зарплата была 1 альт спокойно но все-таки джазовые вещи выборочно и певцов много такие эстрадных программ тома тухманова тухманова целый год возили после по советскому союзу по выход крупным городам счетом до меня долина выработала тоже страду фактически и тут герман другая школа малый состав это крупным планом каждого видно такую школу пройти очень важно было для меня ну вот я согласился а у них красот они ушли в отпуск дали мне кассету записью юренкова юренков ноты принес мне сдал такая пачка у них уже от зубов отскакивать наиграна а для меня все новое гармонии герман пишет оригинальные ну я знал много стандартов но только как гармонизован у германа сразу не сыграешь тоническая система совершенно по-другому у меня засел начал месяц не на разучивание все партии 3 сыграл вот причем у юренков играл на флейте а я на флейте тогда не играл и выучил все это на кларнете на том выше это несколько смешно иногда звучало привыкли сам бы мамбы на флейте на кларнет играть и вот вышли из отпуска уже вот-вот надо ехать куда-то там на гастроли на юг куда-то кто-то не пришел стас стас коростелёв что-то не смог приехать на репетицию у них все видно перри видно они попробовали я что-то играю не до конца пьесы даже про ну тут сыграешь тут сыграли чуть у них уже тысячу раз это игра ну все в общем дальше в бою мне а дальше в бою постигнуть и вот мы приезжаем какой-то курортный город может быть руссковец может не помню и вот два концерта в день это мое первое выступление сказать со стасом коростелёвым я может стейшен и где-то когда-то в клубах играл ноту герман эти пьесы мы одна такая левая репетиция без барабанов и все было и вот выходим на сцену но хорошо что дом отдых а герман все время вот через четыре концерта в харькове выступаем лёня чижик придет с нами сейшен играть вот надо подтянуться там ну хорошо что дом отдыха и два концерта я отыграю первый концерт и чувствую что там не получилось тут не получилось чем играют слаб один с этим со стасом коростелёвым слаб один на бас-гитаре лепит стас тут поливает а я из свинга биг бенда там дикси лендики и в общем я много чего ошибок сделал и у меня гримерный с мягким диваном я пришел до второго концерта где-то часа полтора лег на диван милый мой батюшка крол зачем я тебя ушел там так хорошо было меня все любили у меня хорошие были соло я 1 до юлил группу вел чё я сюда пришел и я в трансе в таком не знаю второй концерт как играть и вдруг вылетает герман с папкой not валерий значит так здесь ты вот не вступил тут соло много 16 тут вот ну второй концерт уже лучше было герман похвалил вот а 3 4 мы играли в харькове пришел один там преподаватель скафонист виктор его звали не только фамилия там консерватории преподает и после концерт он подходит преподаватель ну ты клево молодец так играешь так я только 3 4 концерт не может быть да ты что а мы с кровом регулярно были ты же по-другому играл совсем а там германской гармонии они хочешь не хочешь у тебя другой стиль появляется все там уже это чарли паркера не сыграешь нам ладовая уже система из сочетания аккордов несочетаемых но все вот так вот у германа стас григорьев статей любите классическому такой стандарт у него все когда герману пришел на герман так ругался ну чуть испортил луба один солну клевый же гармонию ну на хрена ну и вот 3 4 и потом я вот проехал эти гастроли еще что-то мы порепетировали и в олимпийской деревне концерт я уже более-менее уже въехал в программу и приходит почти весь оркестр кролла посмотреть на меня что это такое три года там работал не помню сколько и где как я уберу и ты знаешь они говорят у тебя совсем другой стиль перед ты вообще у нас так не играл а я как играл так играл просто и вот герман придумал систему гармонизации свою вот тут один аккорд должен быть а у нас всем другой такая своя система причем индексация аккордов тоже другая была совсем другие индексы приходили сначала не понимали как там что такое знаки другие были около букв ну вот и постепенно как-то пошло пошло потом в ленинград поехали мы там могут амальтист такой каденция сыграл есть эта каденция можно послушать пластинка знак блюза вот и там есть любимый мой пьеса и там я брейк делаю на саксофоне в латину тогда в латине идет я делаю выход break играю соло а потом длинная каденция такая с обертонами сло жалетами ну вот это мое было достижение я уже где-то на 2 на 3 месяц играл такую каденцию а КОНЕЦ 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 На этой записи интересный случай был. Герман написал три блюзовых портрета. Майлз Дэвис, Дизи Гелеспи и Джон Колтрейн. Ну и там в пьесе Дизи Гелеспи, по-моему, Боднарчук что ли играл. В общем, кто-то не пришел на запись. И кого-то надо назначить играть это. Вот. И Герман сначала на трубе, на флюкеле, а тут Дизи Гелеспи на трубе. Он сыграл. Блестящее слово. Он владеет своей этой гармонией. Ну, получилось шикарно. Нет. Дубль налево не пойдет слишком традиционно. Станислав Григорьев. Играй ты. Герман, да я чудом. Ну, Станислав мастер. Он любые гармонии обыгрывает. Сыграл. Герману не понравилось. Валерий, играй ты. Я с бухты-барахты чего-то там в этой пьесе Дизи Гелеспи наиграл. Герману понравилось. Можно послушать все это. Я прямо вот буквально чуть не с листа. Но я уже какое-то время работал в Кадансе. Уже привык к этому, да. И потом, когда приехал Дизи Гелеспи в Москву, нас после его выступления на утро пригласили в Союз композиторов. И вот сидит Дизи Гелеспи. А у нее так день концерт, день переезд, день концерт, день переезд. Мой друг днем раньше слышал его в Берлине. Вот он уставший же, старый же. Я не помню, какой-то год был. И вот мы там все, вот Герман, все пришли там, известные люди, джазовые. В маленькой комнатке сидим. Ну, у него видно по контракту встречи с музыкантами. Вот он сидит. И вот кто-то его что-то спрашивает, он неохотно отвечает. Потом, нет ли у кого сигаретки? Дизи Гелеспи спрашивает. Все там ему Ява, Ту-104, еще что-то предлагает. Но, но, Лене Чижик достал, по-моему, Кент. Вот я закурили. Сидит, и тут Герман Лукьянов достает свою пластинку, а считал выстин, большим дистанциям просто подарить им странцу. А уже у них пластинки, они все везде говорили, не, у нас диски. И вот Герман достает знак блюза, подходится к дизи Гелеспи. А Герман не говорил по-английски, а многие уже в возрасте люди думают, что если он выразительно будет что-нибудь говорить, то обязательно должен, тот иностранец должен понять. Ну, он, нажимая на слова, вот, вот так вот. Спаса. Да. Так что, как? Должен, чтобы понять. И Герман подносит им пластинку. Это я тебе дарил. Но. Гелеспи. Но. Герман не такой простой. Он продолжает. Это моя пластинка, вот видишь, я на картинке, а мы все там на картинке, значит, вот. А это я написал, я композитор, вот, видишь, пьеса Дизи Гелеспи я написал. Герман, третий круг подходит. Опять. Видишь, это вот Дизи Гелеспи. Это я написал. Лучше возьми. Передал. Гелеспи взял, кому-то там за спиной передал. Германа не смути. Но он добрый очень человек. Я многих руководителей знал. Он не обижается. Во-первых, он умел дискуссию вести. Ну, мама у него поэтесса, он вот так. Он просто так наотрез там психанул, знаешь, что-нибудь бросил на пол ключи от номера не тот номер. Нет, такого не было. Он будет дискутировать, он будет доказывать. И вот он умел вести беседу и свое доказывать. Вот. Поэтому например, когда я уже у меня был свой ансамбль, мы продолжали общаться, все как бы часто по телефону подолгу беседовали. И... Интересно. да, и вот я первый раз выступил тогда в Эрмитаже с вибрафоном, только мы начали играть, это какой-то был вот таким составом концертным. Мы начали играть где-то году в четвертым. И мы отыграли, ушли. На другой день я прихожу опять в следующий день концертов, я уже как зритель стою, где музыканты вот тут под деревьями стоят, впереди пенсионеры сидят, а мы стоят тут ходим, нам-то музыку все не любим уже давно. И вот и Герман... Ну да, что нам музыка это? И Герман подлетает, Валерий, привет, Герман, мне не понравилось твое выступление. Ну что? И молчим. А хочешь скажу почему? Я говорю, нет, не хочу. Ну ладно, и ушел. Вот он не обижается. Нормально такой, смотри, молодец. Порой наивный как ребенок. Да. Герман Герман КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА